Всем большой привет! С вами Юля. Сегодня я хочу снять вторую часть видео о моих запасах. Будет еще третья часть, но там будут только схемы. А в этом видео мы посмотрим разных производителей. У меня немного наборов по разным производителям. Больше у меня Dimensions была массовая закупка. Ну и других производителей я тоже люблю. Просто покупаю не очень много, так как и вышиваю не очень много. Итак, хочу начать это видео с фирмы Ankor. В данном случае давайте посмотрим My Collection. У меня есть два вот таких набора. Бликуют очень сильно. Освещение падает и создаются блики. Два вот таких наборчика у меня есть. Когда-то очень давно я нашла схему в интернете вот этого набора японская. Полка здесь, либо столик. Полка, по-моему, так называется. Так загорелась. Здесь такие интересные детали. Я скачала схему, даже сделала подбор в ДМС. Потому что на тот момент я еще не знала, что у нас есть магазины с нитками Ankor. Все это приходило постепенно. И тогда я начала вышивать небольшой кусочек с краешку. Я поняла, что мне не нравится перевод в ДМС. Очень много было сомнений. Я решила поискать набор. К моему счастью нашла. Долго ждала. Потом вот нашла еще второй. Вместе их заказала. Просто это целая история была по покупке этих наборов. Когда они ко мне пришли, спустя очень много времени, я, естественно, уже переключилась на другие процессы. Эти отложила в надежде, что, знаете, вот в следующем году обязательно их начну. И, как вы видите, они до сих пор лежат. Но обязательно буду их вышивать. Это моя жемчужинка. Очень мне нравятся эти два набора. Это моя коллекция. Такие, знаете, как у Dimensions есть Голпетит маленький, так и есть и у Майи. Размерчик у них поменьше, чем обычные в обычных дизайнах. Постараюсь найти размер работы. Вот так, на скидку быстро-быстро не могу найти. А, 25 на 25 сантиметров. Да, нашла. 25 на 25. Ну что, не маленькие работы. Не могу сказать, что Голпетит у Dimensions поменьше. Ну, такие. Достаточно, в принципе, норма. Средний размер. Здесь не полная зашивка, но здесь в фоне много пэкстича. Фон интересный. Не знаю, буду менять на равномерку или нет. Здесь Аида. Не, Аиде нравится, как смотрится. Очень красиво. Хотя здесь вижу в вазе, где идет рисунок. Здесь много дробного будет пэкстича. Сложный такой процесс. Может быть, и стоит заменить. Потому что Анкор Майя, если кто-то вышивал, знает, как все здесь сложно у них устроено с пэкстичем. Особенно вот здесь вот вазу, если посмотреть, рассмотреть, вы поймете, что здесь очень много работы. Скорее всего, нужно будет, просто нужно будет менять на линду, потому что такой пэкстич вышивать на Аиде сложно. Детали, шикарный дизайн, конечно. Сейчас, мне кажется, уже не производится этот набор. Он и тогда был в единственном числе. Я просто посчастливилась его выкупить. Чудо какое-то было. Здесь, мне кажется, полегче. Но тоже есть такие какие-то участки, где есть пэкстич какие-то. Ну, возможно, есть три четвертые креста. Может быть, здесь в цветах. Я не знаю. Анкор любит такие добавлять детали. Ну, вот этот, это вообще суперский такой дизайн. Так соскучилась. Я давно не брала в руки эти наборы. Даже вот просто взять, подержать, посмотреть, порадоваться, что они у меня есть, что я в свое время смогла их приобрести. И вот так, с обратной стороны. Есть ниточки в моточках, есть на планшетках Аида. Красивые наборчики. Упаковочка хорошая. Жемчужинки мои. Дорогие, хорошие наборчики. Следующие два. Тоже Анкор. Не моя коллекшн. Простая коллекция. Ну, поверьте мне, я один сейчас вышиваю. Он, правда, сейчас немножко в замороженном у меня варианте. Но, тем не менее, в процессе. Так сильно отсвечивает. Лампа. А без света тоже никак. Один у меня набор сейчас в процессе. И там так много три четвертых креста. Там такой сложный бэкстич. Я вышла, наверное, на, может быть, тысячу-полторы крестиков. И это был сложный-сложный участок. Это дизайн там, где канал. Тоже канал. С такой вот лодкой. Красивый дизайн я начала в этом году. Но, к сожалению, он у меня в отложенных. Скорее всего, будет в следующем году вышиваться. И я надеюсь, что вышиваются и вот эти наборы. Потому что это у меня целая история. Я, когда увидела те наборчики, я сразу поняла, что мне их нужно приобрести. Потому что у меня один вышив. Тоже вот с таким вот домиком с соломенной крышей. И вот с такой башней. А это бы как бы вид с другой стороны. Потом купился канал. И вот этот канал мне подарила моя рукодельная фея. Он тоже прекрасно дополняет всю эту историю. И мне кажется, это настоящее реальное место в Англии. Где есть этот канал, эта деревня. Просто с разных сторон здесь показаны вот эти вот пейзажи, картинки. Обязательно будут вышиваться. Обязательно у меня должна когда-нибудь, но должна сложиться эта история с моими красивыми домиками и каналами. С обратной стороны здесь вот такая комплектация. Как обычно и на планшетках, и в матках. Размер данных сюжетов 25 на 31. Они одинакового размера. Так как и третий тоже 25 на 31. Вот такие чудесные наборы. У меня от фирмы Анкор мало. Потому что и редкие, и дорогие. Много не купишь. Еще два редких и очень интересных набора. Это фирма Вервака. Название не знаю, как называются данные сюжеты. Это подарок тоже от рукодельной фии. Редкий дизайн, очень интересный. Обязательно буду вышивать. Размер этих работ 36 на 27 сантиметров. Значит, один набор у нас вот так. Здесь есть лев, зебра, наверное, гепард. И, скорее всего, лошадка. Я не знаю. И вот какая-то птица. Не павлин, но какая-то интересная птичка. А здесь у нас уточка, сова, волк, олень и пума. И вот так все это красиво с орнаментами оформлено. Очень красивые дизайны, шикарные. С обратной стороны у нас аида. И красивые нитки. Мы видим немножко схемы. Схема крупная, очень четкая. Вервака мне, в принципе, нравится их комплектация. Но редкий производитель, дорогой. Его не так-то просто и тоже закупиться. Вот с обратной стороны здесь тоже красивые есть животные львы. Гепарды или кто это? Леопарды. Не так похожи между собой. Не разберешься. Вот такие. Это тоже жемчужинка в моей коллекции. Красиво оформить. И будет мне счастье. Есть у меня... Так, давайте я посмотрю, что у меня еще есть от Вервака. Есть у меня, по-моему, тоже Вервака, да. Вот такой набор. Покупала в наших магазинах. Долго на него смотрела. Он стоил... В принципе, недорого он стоил. Но как-то я не решалась его купить. Потом все-таки решила приобрести. Потому что такой редкий дизайн. Он очень интерьерный. Если вот вышить и оформить, такая интерьерная красивая картина. Вот у меня почему-то парадокс. Интерьерных я мало вышиваю. Я больше вышиваю сюжеты, которые мне просто нравятся, вдохновляют. Очень люблю животных. Но эту работу тоже буду обязательно вышивать. Когда, не знаю, когда-нибудь придет ее время. Размер работы 37 на 37 сантиметра. Такой квадрат. Вышивается на идее 14-го каунта. Такого лимонного цвета. Я думаю, сюда подберу какую-нибудь равномерочку. Обязательно сделаю замену, чтобы было намного интереснее. И здесь у нас вот такие очень-очень яркие, красивые нитки. Мне нравятся. Я рада, что я его приобрела. Видите, он долго у нас лежал в магазинах. Даже упаковка раз открылась, отклеился там клей. Но это не страшно. Набор-то новый. Пусть он и у меня полежит. Что у меня еще от вервака? Больше ничего нет от вервака. Итак, перейдем теперь к Ланарте. У меня немного наборов вот этого производителя. Но кое-что имеется. И вот такой вот у меня есть набор. Я его покупала здесь в наших магазинах. Долго не решалась его приобрести. Знаете, все наборы сложно приобретаются. По той или иной причине. И вот я долго думала, ходила вокруг этого набора. Но потом была какая-то скидка. И я соблазнилась. Не совсем мой сюжет. Но знаете, меняется настроение. Меняется мнение. С одной стороны, не хочется вышивать бабочек. Каких-то феечек. Потом начинаешь их любить. И я решила взять. Думаю, пусть у меня будет. Может быть, будет у меня настроение вышивать эту красавицу. Но вот сейчас я смотрю. Я очень рада, что я ее купила. Она очень-очень классная на самом деле. И вот с обратной стороны, посмотрите, какая здесь красота. Здесь у нас линда, по-моему. В общем, какая-то равномерка. Может быть, и не линда. Равномерная основа. Размер работы будет большой. 40 на 40 сантиметров. Посмотрите, какая палитра. Сколько оттенков синего и голубого. Очень интересная будет работа. У нас, кстати, в нашем СП вышивали эту работу. Красивая, шикарная получается. Очень красиво. И дизайнер. Вот Мария. Не буду читать дальше. Не прочитаю. Вот так, Мария. На упаковке не написано Ланарте, но это Ланарте. Просто какая-то серия у них выходила вот именно от этого дизайнера. Мария. Вот такой у меня есть наборчик. Дальше. Ланарте. Здесь уже классические Ланарте. Очень красивая гортензия. Анимоны здесь. Шляпка. Классический стиль Ланарте. Акварель. Легкая, воздушная работа. Тоже в наших магазинах покупала. Размер работы 44 на 34. Вот даже цена написанная. Видите? Конечно, думаешь, когда оно сколько тут? 42 евро. Думаешь, брать, не брать. А здесь у нас равномерка. Вот такие вот ниточки. Красивые. Большая будет работа интерьерная. Ланарты все делают такие разработки, что они как картины. Интерьерные. Подходят к любому дому. И создают настроение. Тут одна шляпка чего стоит. Поэтому надо вышивать так. Что еще? Вот у меня еще одна нарта. Еще тоже вот такой наборчик. Тоже в наших магазинах покупала. Видите? Тоже он старенький. Тут открылась уже вся упаковка. Такая она помятенькая. Но все содержимое есть внутри. Этот набор я купила, потому что здесь индианка. Я люблю тему индейцев. Не очень хорошая проработка лица. Вот видите? Но как бы сам сюжет, он очень интересный. Вышивается, во-первых, на равномерной основе. Здесь тонированный, как любит делать ланарты. Здесь такая красивая индианка. Платье у нее красивое. Лицо вот такое. Не очень проработанное. Ловец снов. И она кружится в каком-то танце. Пытается, наверное, убаюкать своего малыша. И создает ему, наверное, хороший сон. Вот такой интересный дизайн. Мне он понравился. И я его, конечно же, забрала жить к себе. Вот такая красивая основа. Ниточки. Даже есть золотая ниточка. Даже есть бисер. Представляете? Вот он. Вот такой вот. Красивый будет. Красивая будет работа. Смотрю, здесь основа, может быть, будет испорченная. Потому что края здесь уже немножко подзапачкались даже. Я его не открывала. Нужно будет когда-то открыть. И вообще-то начать его вышивать. Потому что чем больше он лежит, тем больше портится там основа. Вот. Это у меня все. То, что по ланарте. Давайте посмотрим кастом крафт. Тоже жемчужинки мои. Очень люблю кастом крафт. Но в наборах у меня мало кастом крафт. У меня в основном кастом крафт в схемах. Потому что в схемах дается палитра в ДМС. Можно купить, скомплектовать и вышивать в любой момент. Дешевле купить схему. Люблю я тоже схемы от кастом крафт. Но наборы это особое удовольствие. И такую радость мне предоставила моя рукодельная фея-волшебница. Подарила мне несколько наборов. Один у меня в процессе. И два пока ждут своей очереди. Это... Как же называется дизайн? Где-то я читала лесная песня, по-моему. Нет, не вижу. Но размер работы будет... 71 на 27. Достаточно большая работа на черной основе. Здесь у нас лесные жители. Ёжик на мухоморе. Мышка, синички, белка. Еще какая-то птичка. Забыла, как называется. Бабочки. Разные цветочки. Земляничка. Наверное, это сад. Потому что мы видим такой заборчик уже покошенный. И, возможно, эти лесные жители пришли в чей-то сад полакомиться. Заброшенный, может быть, сад полакомиться какими-то ягодками. Вот такая здесь красивая будет работа. Я когда-нибудь обязательно буду ее вышивать. И вот такая палитра ниток. Мне нравится, как в Кастом Крафтс в улиточку скручивает моток ниток. И Аида черного цвета 14-го каунта. Основу менять не буду. Буду вышивать именно на Аиде. Это у нас раз. Дальше. Есть еще вот такой набор. С шикарным букетом цветов. Весенний букет называется. Здесь всевозможные цветы. Красивая композиция. Фон интересный. Размер работы у нас будет 35,6 на 44,6 сантиметров. Тоже большая работа. Ну, в принципе, у Кастом Крафтс такие большие работы. И достаточно хорошая здесь проработка. Так, здесь у нас тоже черная основа. Вот такой пучок ниток. Кстати, вот нитки у Кастом Крафтс. Они очень хорошего качества. Я вышивала несколько работ от Кастом Крафтс. И я в полном восторге от качества. Вот и все, что у меня есть в наборах от Кастом Крафтс. Всего два наборчика. Но это мои жемчужинки. Дальше. Один одинешенька у меня от фирмы РТО. Это мою коллекцию с индейцами. Вот такая прекрасная девушка. Амадыхи. С ней у меня такие двоякие эмоции связаны. С одной стороны, когда увидела, сразу загорелась, побежала, купила. Потом, когда пришла, меня стали смущать вот эти пятна на лице. Потом я снова ее посмотрела. Думаю, ну, когда она вышлится, это не будет бросаться в глаза. Да, вот как в наборах Dimensions. Там еще страшнее присмотреться, какие пятна. А в целом, композиция очень интересная. Перья у нее в полосах одежды. Красивая. Вот. И я подумала снова, что да, нужно вышивать. Амадыхи мне нужна. С обратной стороны у нас Аида 14 каунта. Вот такая палитра. Скучная, я бы сказала, палитра. Потому что видите, какие цвета. Бело-бежевые, серенькие. Такие незрачные. Но сюжет будет достаточно такой нескучный. Гармоничные здесь все цвета. Мне все очень нравится. И размер работы у нас 31 на 40 сантиметров. Вот такой у меня наборчик. Дальше посмотрим с вами панну. Панны у меня много. Панну я очень-очень люблю. Поэтому приступим. Во-первых, хочу показать. Это из недавних покупок цаплю. Вот такую я купила. Это частичная вышивка. Дизайн, разработка очень-очень интересный. Мне так нравится эта хитрая, какая-то психоделическая цапля. Находится на своем болоте, в закатном солнце. О чем-то о своем думает. Такая вот интересная. Размер работы 25 на 29 сантиметров. Обязательно буду ее вышивать. Единственное, когда пришла ко мне работа, я была удивлена вот такой основой темно-болотного цвета. Я почему-то думала, что здесь будет вот такой интересный цвет. Видите, как сильно отличается. Но здесь вот так. И эта основа сама по себе очень сложная. Она при фотографиях и видео сильно искажается. И, наверное, немножко фотошопа, как любит делать панна, нам преобразили картинку вот в такую картинку. Картинка произошла. Но на самом деле основа другого цвета. И мне не нравится основа в наборе. Поэтому буду менять. Но цапля просто бомба. Цапля-бомба. Ее нужно вышивать. Дальше у меня есть вот такая подушка. Славянское золото. Уже снятая с производства. Покупала задорого. Потому что я люблю подушки от панны. А здесь все такое яркое, фантастичное. Шикарная подушка. Уровень сложности тройка. Непростой дизайн будет. Размер работы 36 на 36 сантиметров. Всего 9 цветов. Ну, посмотрите. Это, конечно, суперская подушка. Есть еще и пара к этой подушке. Но она мне пока не встречалась. У нас тоже там, по-моему, славянское солнце. Это славянское золото. Там славянское солнце. Вот такую подушку. Я люблю шивать что-то на подушке. Хотя, опять же, редко у меня это происходит. Но как получается. Как получается. Есть у меня еще две вот такие подушки. Композиция из двух рыб и композиция из трех рыб. И, представляете, я недавно чуть их не купила второй раз. Я забыла, что они у меня есть. И когда смотрела в интернете. Сейчас идет распродажа у Панны. Увидела этих рыбок. И хотела их купить. Но у меня не сложился заказ. Я не скомплектовала. Не хватало мне каких-то основных наборов. А ради вот этих двух я не стала делать только заказ. И хорошо, что так случилось. Потому что я бы купила себе еще дубли этих наборов. Я точно не помню. По-моему, эти наборы мне дарила Ольга с канала О-Ла-Ла Крустич. Да, по-моему, Ольга мне их дарила. И вот как она предусмотрительно сделала свой подарок. Потому что эти наборчики очень симпатичные. Здесь нехитрые, несложные дизайны. Но для подушек будет самое то. Такие рыбки загадочные. Цвета яркие. Всего по 7 цветов в наборах. Размер 35 на 35 сантиметров. Очень люблю Панну. Честно, люблю. Следующие наборчики два. Покупала давно. Столько раз хотела прямо приступить и начать их вышивать. Ну, это такая история. Можно сказать практически про каждый набор. Что много в процессе. Все сразу не вышьешь. Но вот эти два дизайна я очень люблю. Очень люблю. Часто о них думаю. И хочется мне повышевать. Здесь такие красивые, интересные птички. Сам сюжет очень позитивный, теплый, милый. Вот это вообще у нас идет в круге на метрику. Вот, хочу сделать метрику. Видите, здесь у нас две птички. Любовь, счастье, цветочки. Такие интересные. Интересная проработка. Здесь тоже цветы, домик. Настраивайся камера. Цветы, домик. Яички, птички. Любовь. Все то, что я люблю. Это прям вот вообще мое-мое. В этом наборе у нас Аида 14-го каунта. А здесь в этом наборчике у нас Линда. Да, здесь Линда. Вот. Ну, тут тоже я буду менять, скорее всего, на Линду, чтобы они были вместе. Дальше. В одном экземпляре, по-моему, в одном у меня есть Владимир. Покупала на распродаже у Паны. Там, когда у них было по 99 рублей, по 150, не помню. Ну, какая-то была такая суперакция, что я тоже купила несколько наборов. Смогла сделать закупку. Если бы я была в России, я бы купила много. Но так как я в Греции живу, и ко мне тут что-то заказать, привезти, доставка, это все очень сложно и дорого. Ну, вот хотя бы Владимир у меня есть. Мне очень нравится вот эта стилистика а-ля Майкл Паул. Я буду вышивать. Пусть будет у меня такой Владимир. Я бы их все купила. Дальше я купила вот такую серию. Глинаная посуда. Мне нравится. Это у нас греческая тематика. А это не знаю, греческая, не греческая. Но тоже они смотрятся вместе очень хорошо. Вот такая красота. Когда-нибудь, может быть, выше. Если не выше, то пусть лежат. Мне нравятся эти наборы. Вот этот набор у меня будет вышиваться, ну, 100%. Прямо вот я его отложу, чтобы он попал в следующий год в мои процессы. Я хотела его купить. Он стоил дорого, около 1500 рублей. Ну, не очень дорого, но как бы 1500 рублей стоил. Не помню, какой был курс на тот момент. Но потом мне посчастливилось купить его по этой акции. Там что-то за 100 рублей. Вы не представляете, какая я была счастливая. Это такой классный дизайн. Здесь бегущие греки. Олимпийский огонь, лавровая веточка, узоры. Ой, я не могу. Я прям в таком восторге от этого набора. Здесь такая красивая шоколадная аида. Классные нитки. Это любовь-любовь. Надо откладывать, чтобы он хоть как-то попал уже в мои процессы. А когда попадет в процессы, дело будет сдвинуто с мертвой точки, как говорится. Потихонечку пойдет процесс. Размер работы 36 на 28,5 сантиметров. Есть у меня вот такое сердечко. Это оберег сердечко. Дизайнер Наталья Младецкая. Размер работы 25 на 26 сантиметров. Это подарок от моей рукодельной феи. Мне еще дарила фея ключ от паны. Я его вышила. Вот нужно вышить еще это сердце. Очень мне нравятся эти обереги. Тоже нужно будет, кстати, отложить и как-то встроить свою ротацию, чтобы потихоньку вот эти два начали уже вышиваться. Еще подарок от феи. Летние туманы. Его часто вышивают. Раньше и сейчас. Потому что такой очень атмосферный дизайн, который напоминает нам наши деревни, наши дачи. Там, где детьми многие проводили время. Очень красивый дизайн. Тоже нужно будет вышить. Еще у меня есть вот такой набор. Золотая серия. Флирт. Большая была удача купить его на этой распродаже. Видно, его не очень-то оценили рукодельницы и его пустили в распродажу. Дизайн шикарный. Здесь такая парочка. Я думаю, что в высшемном варианте будет смотреться намного интереснее. Потому что здесь такие цвета, которые, возможно, при фотографии немножко сливаются. А в отшиве все это будет намного-намного интереснее. Набор большой. Размер большой. 25 на 56 сантиметров. И здесь очень много ниток. Обязательно буду вышивать. Обязательно. Вот такой. Еще наборчик я поймала на распродаже. И, честно, я даже раньше его не видела, не обращала внимания. Как только увидела на распродаже, я поняла, что он мне очень нужен. И обязательно я его буду вышивать. Я его ценю, ну, не по стоимости, которую купила, а по самому дизайну и разработке. Люблю вот всяких таких птиц волшебных фениксов, жарптиц. И у меня здесь эта птичка вышивается металликом. Яблочки. Здесь принц. Я не помню по сказке. Принц, он не принц, который приехал за этими яблоками. Когда все это вышьется, все как это будет смотреться, блестеть. Вот такая красота. Очень хочу его вышить. Шикарный дизайн. Дальше. Также на той же распродаже я купила вот такой дизайн. Недорого. И вышивки здесь немного. Надо вообще-то подобрать равномерку интересную, вышить и сделать мужу подушку. Он у меня охотник. Конечно, порода собак здесь не та, которую он любит. Он любит пойнтера европейского стиля. У него одна для него вот эта вот порода для него существует. Он только ее любит. Здесь не пойнтер, но все равно какая-то охотничья собака. Вот там птица какая-то, глухарь, наверное, подстреленная. Ружье, сумка. В общем, нужно вышить мужу для интерьера. И из последних покупок у меня появилось два вот таких набора. Две красавицы. Они мне давно нравились. Все на них смотрю. И никак не получалось у меня их купить. Перебивали другие дизайны. Эти вроде бы еще не снимают с производства. Можно подождать. Но в какой-то момент я решилась все-таки сделать покупку. Потому что иначе так все откладываешь, откладываешь. И потом пропадут. И буду я горевать. Купила пока только две красавицы. Нужно будет докупить еще две. Обязательно их буду вышивать. Я видела в отшиве. Это очень красивый дизайн. А если вместе их вышить и повесить. Ой, девочки, это такая красота. Очень-очень красиво смотрится. Поэтому я обязательно когда-нибудь, когда-нибудь я это осилю и сделаю. Вот такие две красивые девушки. Аметист и топаз. Это у нас помохи, вы знаете. Нашелся у меня еще один вот такой набор, который у меня в единственном экземпляре представлен. Вот этого производителя. Вот и гувернюр. Хотела я попробовать этого производителя. Так и не попробовала. Не случилось. Вот такой кувшин с анимонами. Нет, не анимоны. Какие здесь цветы? Возможно и анимоны. Нет, не анимоны. Не могу вспомнить, как называются цветы. Ну да ладно. Можно вышивать на черном фоне и на белом фоне. Ну, скорее всего я на белом буду вышивать. На черном тяжело. Хотя у меня здесь на черной еде. А возможно придется вышивать на черной. Что положили. Точнее, что купилось, так и будет вышиваться. Ну, на черной мне тоже очень нравится. Кстати, очень ярко и колоритно получается. Эффектно. Вот. Красивый. У нас этот дизайн вышивала Надежда. А я рукодельница. Я наблюдала. Очень красиво получилось. У Надежды на белом. Ну, вот я, скорее всего, тогда буду вышивать на черном. Вот так. Итак, продолжаем. Попался у меня наборчик от фирмы Luka S. Но я знаю, у меня еще есть несколько наборов. Просто он так в коробке лежал сверху. Поэтому вот первым его показываю. Это пионный. Покупала уже давно. Хотела попробовать фирму Luka S. Но вот пока еще не дошли мои руки. Размер работы 33 на 27 сантиметра. Вышивается на Аиде 18 каунта. Брала именно на Аиде, потому что габелиновым стежком я пока еще не пробовала вышивать. Не знаю, понравится мне или нет. А Аида, это такой классический вариант. Точно понравится. Яркий, сочный букет. Его часто раньше вышивали. Вообще, Luka S молодцы. Очень красивые делают дизайны с букетами. С обратной стороны вот такая красота. Немножко помялся набор. Потом в коробке неудачно зашел в коробку и немножко подмял. Здесь есть бобинки. Но это ничего страшного. Вот такие красивые, очень яркие ниточки. Само настроение. Вот наборчик такой. Дальше. Тоже прям сверху лежит. Набор от фирмы Чарина Мыть. Тоже у меня есть еще набор. Они дальше будут попадаться. Но этот набор формата А5. Он большой. Видите, как по сравнению с Luka S. И его, конечно, очень сложно хранить. Такой набор. Эти мишки от фирмы Чарина Мыть мне давно очень нравились. В какой-то момент я не выдержала и купила этот набор. Думала, что сразу приступлю к вышивке, как обычно. Ну, как обычно, так он и не начался, пока ждет своей очереди. Обожаю этих мишек. Они такие славные. Такие у них мордашки милые. Видно, что испугались они чего-то. Испугались. И, видите, смотрят вниз. Вместе быстренько забрались на сосну. И вот так вот настороженно смотрят, что же внизу происходит. Один такой коричневый, другой черный. Мишутка. Я очень люблю животных. И хочу разных навышивать животных. Вот мишек у меня еще нет. Также у меня есть схема от Custom Craft с медведем. Большая такая медведица красивая. И вот этих мишек хочу вышить. Заменю здесь основу на равномерку. Будет красота. Вот такой набор. У меня в коробке лежат наборы, которые не в крестиковой технике. Просто разные техники. Поэтому я вот так как вытащила сверху, так вам буду показывать. Есть у меня две вот такие прекрасные заготовки на холсте от фирмы Abris Art. Это подарок от Наташи. Наташа мне подарила две вот эти заготовки. К сожалению, вот руки не дошли. Потому что я не очень разбираюсь в бисере. Здесь есть номера. И нужно будет купить весь бисер именно по ключу, чтобы не испортить заготовку. Частичная вышивка. Очень интересный дизайн. Вот такие кошки. И вот такая осень. Осень мне нравится намного больше. Потому что когда здесь все вышлется, здесь много зашивки. Представляете, какое-то все будет яркое. Очень интересная работа. Кстати, вот я про нее немножко подзабыла, что у меня есть такая красивая заготовка. Нужно будет купить бисер и обязательно вышить. Я люблю разбавлять крестик другими техниками. Это очень-очень интересно. Дальше у меня есть вот такой интересный набор. Это набор в технике бисер от фирмы Беттерфляй. Мандала счастья. Вышивка в круговой технике. Размер работы 25 на 25 сантиметров. Данный набор мне подарила моя рукодельная фея. За что я ей очень-очень благодарна. Столько мне всего подарила. Вы видите, сколько в запасах я уже показала. И я много вышила. В общем, меня обеспечила на несколько лет наборами. Вышивай да вышивай. Было бы времени побольше. И еще бы две руки. Очень интересный набор. Здесь у нас, похоже, атлас. И внутри есть бисер. Полностью все скомплектовано. Полностью набор. Мне, конечно, тоже хочется вышить этот набор. Оформить. Это будет все блестеть, сверкать. Посмотрите, какие здесь красивые краски. Очень интересный дизайн. Мне очень-очень нравится. Дальше. Также от моей феи. Вот такой набор в технике папертоль. Но вообще не сложно выполняется. Насколько я знаю, эта техника. Хотя опыта еще нет. Ну вот, как-то тоже руки не дошли. Надо отложить. И это попроще взять и сделать. Потому что несложно выполняется. Такие наборчики. Здесь красивые бабочки. Интересно. Все будет объемно. Нужно постараться. Постараться встроиться в свои процессы. Дальше есть у меня вот такой набор от фирмы Мариячка. Я покупала два набора. Один я уже вышила и подарила маме. И вот такой второй у меня остался. Букет с розами. С объемными розами. С другими цветочками. Я люблю вышивку лентами. Периодически хочется вышивать. Выполнять что-то отличное от крестика. Как я говорю, какие-то другие техники пробовать. И здесь очень красивый букет. Я сразу не решилась выполнять этот набор. Потому что боюсь объемных роз. У меня сейчас есть один процесс с объемными розами. Поэтому я потихоньку научусь. И страхствует преодолею. И буду, конечно же, делать еще такие. Выполнять работы с лентами. Очень мне нравятся наборы с лентами. Если кто-то еще не пробовал, обязательно попробуйте. Вам понравится. Объемно и интересно. И вот мы видим с обратной стороны. Тут такое окошко. Напечатанный рисунок на атласе. И мы видим места, где нужно пришивать ленты. Здесь розы. Как будут выкладываться. Хорошая фирма. Хотя материалы здесь в первых наборах были не очень. У Чаривной мытия намного лучше. Жемчужина моих запасов. Набор от фирмы Чаривна мыть. Лентарный день. Вышивка. Частичная вышивка бисером и бусинами. У Чаривной мытия очень качественный набор. Вот в таком плане. У них есть два подразделения. Crystal Art и Чаривна мыть. Crystal Art это наборы с дешевыми комплектующими. Там нитки ПНК, снова Бестекс и ужасная схема. Но дизайны там тоже симпатичные. И иногда я их покупаю, потому что мне нравятся дизайны. А вот у Чаривной мытия серия там очень качественные наполняющие. Поэтому они отличаются по цене. Я вышивала от Чаривной мытью Тайную вечерю. Шикарный набор. Прекрасный результат. Я до сих пор им восхищаюсь. Именно по разработке, по комплектации, по качеству. Там все-все очень-очень супер, очень классно. И у меня остался еще вот такой набор. Янтарный день. Это красавица. Ну, когда-нибудь я ее вышью. Здесь и металлик есть, и бусины. Такой большой, интересный набор. Посмотрите, сколько здесь всего. Как я рада, что я в свое время купила этот набор. Сейчас бы его днем с огнем не найти. Просто жемчужина моих запасов. Класс. Сама себе радуюсь, что я приобрела в свое время этот набор. Есть у меня наборчик у фирмы Лансвит. У меня было два. Спимая зайка. Я его вышила. Давно уже вышила. А вот этот вот радостно двоих лежит. И все ждет и ждет. Это сложные наборы. Здесь темная основа синего цвета. 18 каунт. Сложно вышивать на 18 каунте. Когда часто идет смена нитки. Потому что здесь такая проработка. Немного бэкстича. Работы сложные. Но получается так красиво. Волшебные, волшебные разработки. Сейчас этих наборов днем с огнем не найдешь. Я в свое время купила. И очень счастлива, что я купила эти наборчики. Дизайны немножко детские. Но они мне так нравятся. Я его все равно вышью. Этих красивых зайчат. У меня есть спимая радость. Он не оформляется. Потому что не вышит вот этот набор. Ну и что, что они детские. Я все равно их оформлю. И буду на них любоваться. Они такие классные. Вот. Дальше. Есть у меня лиса. Натюрморт с тыквой. Размер 38 на 28 сантиметров. Тоже я давно мечтаю его вышить. Здесь красивые цветы. Такой осенний натюрморт. Очень теплый. Хорошая разработка. Поробуши прилетел. Чудесная разработка. Я надеюсь, что когда-нибудь осилю. К тому же алиса вышивается очень легко. Вот правда. Я вышивала несколько дизайнов. Очень легко вышивается. Это такой производитель. Знаете, приятный. Можно рекомендовать даже начинающим. Взял, вышел, порадовал себя процессом и результатом. Еще алиса. Подарок от моей крестной феи. Ценитель кофе. Размер 15 на 18 сантиметров. Чайничек симпатичный. Корица. И вот такая синица. Прилетела. Полакомится, наверное, какими-то зернышками. Здесь у нас аида в наборе. Но я буду менять на какую-нибудь равномерочку. Я пока не придумала. Но обязательно будет равномерка. Я думаю, тоже быстро вышлится. Легко вышлится. Приятный дизайн. Все чудесно. Тут же разработка. Нравится. Мое-мое. Так, чудесная игла. Видите, у меня по нескольку наборчиков от разных производителей. Покупалась, чтобы что-то попробовать. Что-то попробовалось, что-то еще не попробовалось. Впереди. Вот, лебединая пара. У нас в нашем СП Юля вышивала эту лебединую пару. Уже и вышила, оформила. Быстренько так все вышилось. Мне очень нравится этот дизайн. Здесь достаточно простая разработка. Такими цветовыми участками вышивается. Скорее всего, видно по картинке. Но результат мне очень нравится. Я люблю такие дизайны. Здесь у нас какие-то лилии лотосы. Лебеди. Очень красиво. Дальше. Еще один набор от фирмы Чудесная игла. Давно купила. Потому что осенних дизайнов у меня мало. А здесь прекрасный пейзаж, домик, горы, река, мостик. Ну, в общем, классический, да, для таких вот дизайнов с домиками пейзажев. Есть беседка. Каждый из нас, наверное, хотелось бы иметь такую дачу. Приезжать, гулять вокруг, дышать свежим воздухом, запахами растений. Прогуливаться вдоль этой бортной реки. Видно, что она как бы достаточно бурная. Потому что есть какое-то течение. Здесь вот камушки. Красивый-красивый пейзаж. Тоже будет когда-то вышиваться. Пока лежит. Так, есть у меня еще вот такой наборчик. От фирмы Сделай своими руками. Ваза с орхидеями. Это подарок от Наташи. Дизайн достаточно большой. 29 на 50 сантиметров. Фирма Сделай своими руками не мелочится. Делает большие дизайны, чтобы сразу раз и на стеночку. Очень красивый дизайн. Здесь прекрасная орхидея. Богатая штора с такими украшениями, как называются. И обои. Здесь много вышивать придется этих обоев. Сама композиция очень красивая. Буду вышивать. Есть у меня опыт вышивки. Сделай своими руками. Могу дать совет для тех, кто сейчас вышивает. Так как, если это ниточки шерсть. Если вы вышиваете шерстью, то берите короткую ниточку. Потому что они перетираются и потом вам придется много выбрасывать. Поэтому нужно брать короткую нитку. Тогда вы не будете нервничать и процесс будет идти приятно. И вот здесь такие ниточки представлены на планшетке, как образцы. Как делает Риолис, тоже вставляет образцы на планшетке. И остальное все в матках. Я люблю, когда они все в матках. Разрезаешь и все навешиваешь на органайзер. Ну, вот такая орхидейка есть. Дальше. Идем дальше. Есть у меня вот такой вот маленький наборчик от фирмы Алиса. Размер 7 на 7 сантиметров. Видно море. Мне дарили этот набор. Я маленькие наборчики мало вышиваю. Но нужно их вышивать и оформлять, наверное, в прикладные какие-то вещи. В мешочки, во что-то. Чтобы давать этим сюжетам жизнь. И не жадничать, так сказать. Потому что я, если честно, всегда жадничала оформлять в прикладные вышивку. Как-то было жалко. Ну, не надо жадничать. Надо оформлять. Пусть радуют меня в вещах. Вот. Есть еще вот такой у меня набор. Купила очень-очень давно. Просто он был по скидке. И я тогда как бы не задумывалась особо. Наборов было мало. Был по скидке. Взяла, думаю, выше. Ну, ничего. Такой симпатичный пейзаж у таежной речки по мотивам картины Берштадта. Вот такой нехитрый дизайнчик. Маленький наборчик. 21х16. Ну, лежит. Пусть будет. А вдруг пригодится. Дальше есть у меня вот такая мудрая сова с ключом. Тоже подарок от моей феи. Ключ мудрости. Набор для вышивания. Вот фирмы сделай своими руками. Здесь у нас аида черного цвета. Ниточки малине. Можно взять и вышить. Может быть, в следующем году он у меня строится в мои процессы. И вышлится. Вот такая красивая сова. Так. Да. Есть у меня вот такой. Вот фирмы сделай своими руками. Птица счастье. Тоже давно-давно купила. Хотела вышивать так, как есть. Потом немножко присмотрелась. Подумала. И возможно. Я еще не уверена. Но возможно сделаю эксперимент. И полностью по схеме сделаю свою сборку. Что я имею ввиду? Я возьму какую-нибудь либо аиду синего цвета, либо равномерку синего цвета. И вот эти цвета заменю на металлик. И полностью вышью ее металликом. Если так получится. Чтобы она у меня была прям вот такая огненная-огненная птица. Феникс. Будет. Я люблю фениксов. Вот. С обратной стороны у нас шерсть. Аида. 14-го аккаунта белого цвета. Размер работы 23 на 18. Ну вот. Такая симпатичная птичка. Но разработка здесь не очень. Может быть вышивка не очень. То, что они вышли, сфотографировали. Но у меня есть такая идея вышить ее в металлике. Не знаю. Получится, не получится. Или вообще дойдут ли руки когда-нибудь к этому набору. Столько всего. Дальше есть у меня вот такой наборчик от фирмы Жар Птица. Здесь у нас Неразлучники. Это подарок тоже от моей рукодельной феи. Есть у меня вот этот набор. И еще один есть счастливица, по-моему. Кубышку я вышила. А вот эти два еще лежат, пока я не вышила эти наборчики. Быстро и легко вышиваются. Надо подумать. Подумать, подумать. Дальше есть у меня подсолнухи от Чудесной иглы. Недавно я купила этот наборчик. У меня иногда бывает настроение повышевать что-то вот такое простое, пиксельное. Мне нравятся такие дизайны. В них есть какая-то теплота, душевность. Не знаю, почему, но мне вот нравится. И захотелось мне вот этих подсолнухов. У меня есть кусочек основы равномерной, небольшой, темного цвета. И я увидела эти подсолнухи на этой основе, решила взять. К тому же он недорогой. И такая вот красота получится. Хоть в подушку, хоть на стену. Они прекрасны. Особенно на равномерке будет шикарно. Подсолнухи. Достаю из коробки, как получается. Раскладывала, раскладывала по производителям. Но в итоге, чтобы все вместить в пакет, как-то все перемешалось. Вот. Немножко идет уже разнобой. Что попадается. Ну, ладно. У меня есть... К тому же у меня небольшая-то коллекция. Поэтому тут что говорить. Вот у меня есть отриолис. Вот такая прекрасная собачка. Это у нас борзая, по-моему. Да, размер работы 18 на 27 сантиметров. Шерсть. Этот набор мне дарила Ольга. С канала Олала Крустич. Оля, привет тебе. И я давным-давно вышивала из этой серии. У меня есть курцхар. Охотничья собака. Он там на болотах. Утки улетают вдали. Эта серия. У них там 3 или 4 собаки. Я уже не помню, сколько этих собак было. А, вот. Ну, вот этого курцхара я вышивала. Красивая собака. Вышивается легко. Класс. Мне понравилось. Мужа вышивала. И у них всего, да, 3 этих собачек. И вот Оля уже тогда знала, что нужно все покупать сериями. Я в этом плане не предусмотрительно. Я, знаете, как увидела сюжет, загорелась, любилась. Я не думаю, куда я повешу. Подойдет, не подойдет. Мне просто понравилось. Я побежала, купила и вышиваю. Все. Дальше что получается? Я как-то не думаю об этом. А вот Оля все продумала, что нужно сериями. Потому что даже простой дизайн, когда он в серии, смотрится намного выгоднее. Композиция поддерживает. Каждая работа поддерживает свою соседку. Получается такая композиция очень хорошая. Вот. И Оля мне прислала вот эти 2 наборчика, чтобы я смогла завершить серию. Кстати, я буду вышивать. Мне нравится больше Борозая. Муж больше за... Это тоже Курцхар, по-моему, да. Он с уточкой. Вот. Муж больше за вот эту породу. Но нужно вышивать всех. Очень красивые дизайны. Я люблю фирму Риолис. Размеры работают одинаковые. 18 на 27 сантиметров. Простите. Вот. Буду их вышивать. Эти 2 красивые собачки. А вот это у меня, напомню, уже вышито. Курцхар. Вышито, оформлено. Помню, так вышивалось интересно и быстро. Потом все тоже начали вышивать эту собаку. Ну, нужно завершить серию. Когда не знаю, не нужно. Так. Еще подарки. Это подарки от Наташи. Она раньше в Греции жила. И тоже много мне успела надарить. А я мало чего успела еще вышить. Мне вообще можно делать год отшива подарков. И даже не хватит года. Пятилетку. Так много подарков. Я очень благодарна всем, девочки, за ваше внимание и ваши подарки. Потихоньку буду вышивать. Вот. Поэтому будете меня видеть на YouTube еще долго, пока все не вышью. Здесь у нас размер готовой работы 21 на 30 сантиметров. В свое время этот набор произвел фурор на YouTube, когда Риолис выпустил шовчиковые наборы. Здесь вот такая композиция. Веточка из причудливых листочков. Вышиваются шовчиками. Каждый может сам придумать свою, подобрать свою цветовую композицию, гамму. Как-то по-разному вышивать. В общем, такой творческий процесс. Я как-то не добралась до этих листочков. Есть уже другие здесь дизайны. Я знаю, вышивала Алина, вышивала павлина. А вот этот, по-моему, никто не вышивал. Тут какой-то цветок. Ну, тоже интересно. Нужно будет как-то попробовать. Дальше. Мне Наташа подарила два вот таких вот чудесных набора. Я люблю дизайны в круге. А здесь круг. Здесь птицы. Здесь сезоны. Надо посмотреть. Ауреолис есть еще два сезона. Это у нас здесь зима и лето. А весна и осень есть. Я бы купила. И можно было бы сделать потом подушки. С сезонами. Очень красивые наборы. Здесь у нас размер 30 на 30 сантиметров. Одинаковый размер. Прекрасные сюжеты. Вот такая птичка. Синичка зимняя. И вот это у нас... На кто за птица? А вот не знаю. Нет, не клёст. Не могу даже сориентироваться. Вот такие нитьки. Много, яркие. Здесь у нас мулине. И здесь тоже мулине. Дальше. Набор фирмы Риолис. Журавли. Это я покупала. У меня случилась любовь с этой птицей. Я полюбила журавлей. И теперь я обращаю внимание на дизайны с этой птицей. Мне понравился у Риолис. Кстати, у Золотой Руну тоже прекрасная разработка. Может быть, тоже когда-нибудь куплю. Но для начала нужно вышить от Риолис. Этих красивых птиц. Размер работы 55 на 25 сантиметров. Вот такие, посмотрите, птички. Красивые. Какие они красивые. Журавлики. Потрясающая птица. Удивительно. Вот. Такие здесь ниточки. Мулине. Аида. Пожалуйста, вышивайте. Продолжаем Риолис. Вытащила Риолис. Это вот тоже такой наборчик маленький. Я его покупала давно-давно, как только начала вышивать. У Риолиса есть серия с такими причудливыми животными. Собаки, кошки. И мне нравится. Нравилась очень эта серия. Я вот себе одного купила. Хотела покупать. Тоже есть там кот и собака. Побольше дизайна. Ну, как-то не случилось. Ну, вот есть один такой. Может быть, когда-нибудь его вышью. Размер 16 на 16 сантиметров. Здесь у нас Аида. Ну, вот они все. Вся эта серия смешная. Вот этот кот. Очень часто его вышивали. Раньше и сейчас вышивает собака. У меня есть вот такая сумочка, кстати. Вот еще есть такой кот. А еще их два даже таких кота. Ночных. Смешных. Классный вот этот с лейкой. Но они симпатичные. Такие дизайны яркие. Может, когда-нибудь попадутся на какой-нибудь распродаже. Я куплю. Ну, пока вот. Что есть. Дальше тоже на какой-то распродаже. Я купила вот такой набор. Ну, как бы не совсем моя тематика. Просто был дешево. Я и купила. Может быть, как-то вышью. Может быть, не все выше. Может быть, выше только бутылки. А вот это вышивать не буду. Бокал или надпись. И, может быть, пойдет на какую-нибудь сумочку в хозяйстве. Ну, посмотрим. 25 на 25 сантиметров. Дизайн. Аида. В наборе. Пусть лежит. Также. По акции я купила вот такой набор. Купила, честно говоря, просто потому, что была скидка. Я делала какой-то заказ и просто его добавила к себе в корзину. Ну, я вообще хотела разобрать его на нитке. Долго он лежал-лежал. А сейчас я вот на него смотрю, и он мне нравится. Такой, знаете, русский, классический, деревенский пейзаж. Немножко грустный. Ну, зимой все немножко мы грустим, потому что сама погода не располагает. Вот. Ну, это классический пейзаж. Мне очень нравится. Я, наверное, когда-нибудь его вышью. Размер работы будет 38 на 26 сантиметров. Такая достаточно большая работа. Здесь у нас Аида. По-моему, 14 каунт. Еще старенькая, дырявая. Нужно будет заменить. И нитки в моточках, как я люблю. Люблю очень нитки в моточках. Из недавних приобретений вот такая девочка с таксиком. Так мне нравится этот сюжет. Он такой милый. Нужно обязательно вышить. Я думаю, будет быстро и легко вышиваться. Называется дождик. Размер 25 на 25 сантиметров. И можно будет оформить в подушку. Я когда-то у Триолис вышивала маленький такой дизайн коты на подушках. И оформила в подушку и подарила кому-то. Меня потом затерроризировали этой подушкой. Я ее столько раз уже вышивала и оформляла. И дарила этот дизайн в подушке. Что просто вот больше показывать подушки вышитые нельзя. Потому что начинают все просить. Подарить детям на праздники. Туда-сюда. Тоже будет такая подушка. Если вышится, будет шедевральная. Продолжаем. Разговор. Осталось чуть-чуть. У меня немного наборов. Ну, кое-что есть. Посмотрим золотое руно. Золотое руно у меня немного. Но есть такие наборы, которые я покупала с огромной любовью. Долго о них мечтала. И правильно сделала, что купила. Потому что сейчас цены на золотое руно стали дороже, чем на Дименшинс. И просто вот я смотрю на некоторые дизайны. И я не решаюсь покупать. Стали очень дорогими. Вот. Это у нас масленица. Размер 31,5 на 46,2 см. Два раза ставила в планы его вышивать. Представляете? Два раза. Вот два года прямо планировала. Буду вышивать. И никак. Мне разынравился. Очень люблю. Ниток здесь очень много. Такой плотный-плотный набор. Фрагментов много. По-моему, на 18-м аккаунте вышивается. Достаточно большой, объемный дизайн. Очень мне нравится. Я надеюсь, когда-нибудь, когда-нибудь мои руки к нему обязательно дойдут. Такой русский народный класс. Тройка, праздник. Шикарный дизайн. Домики, как шапочки торчат из-за снега. Красавица. Ну, классно. Дальше из стареньких. Есть у меня вот такие снегири. В свое время тоже они произвели фурор. Я помню, их вышивали, их покупали все. И от Золотого Руно, и от Джессанды. Я тоже купила этот набор. Обожаю этих снегирей. Не знаю, когда дойдут руки. Но обязательно буду вышивать. Мне не важно, что его часто вышивали. Мне очень-очень нравится разработка. Прямо вот Золотое Руно. Нас порадовали невозможно этими снегирями. И есть у меня синицы. Я думаю, это как бы в пару пойдут синицы. Синицы мне дарила Оксана Дерезан. Оксана, привет! Очень удачно мне их подарила. Здесь тоже рябина. Зимний дизайн. Красивые птички. Мне кажется, вместе прям вообще шикарно. Такие вот у меня птички-синички. Снегирики люблю. Дальше есть у меня вот такой наборчик. Этот набор мне дарила Наташа. Коты рыбаки. Но пока в планах нет. Может быть, как-то спонтанно возьмется до выщица. Прикольный дизайн. Дальше есть у меня вот такой дизайн. Песик Барбосик. Вот чем-то он мне понравился. Он такой миленький. Так смотрит. В глазки заглядывает. Возьмите нас вместе всех с этим котом. Я их и взяла. Буду вышивать обязательно. Мне нравится. Классный плюсик. Дальше у Золотого Луна есть у меня вот такой шикарный набор. Это тоже подарок от Марины Филипповой. Видите, сколько у меня подарков. Марина сделала такой шикарный подарок. Здесь такая улица, трамвай, такие дома классические, постройки. Очень такой старинный, красивый город. У меня таких ценных, кстати, и нет. Вот он единственный. Фирма Золотой Рома. И здесь тоже очень много ниток. Он очень объемный. Очень плотный сам набор упаковки. И схем много видно. И ткани, и нитки. Размер работы у нас 45 на 36. и 7 сантиметров. Ну, достаточно большой дизайн. Вот такой городской пейзаж. Интересно. Интересно, как будет вышиваться. Легко, сложно. Так смотришь, небо, мне кажется, большими цветовыми участками должно вышиваться. Может быть, там что-то и намешено. Так не видно. Так, дальше. Идем дальше. Несколько наборчиков есть у меня от Шаривной Мыти. Люблю эту фирму. Вот такого ангелочка я купила когда-то по какой-то скидке акций. Увидела картинку. Он был там более четко представлен. Да, бывает, ставят именно картинки. Не вот наборов от Шивов, а находят в интернете. Когда пришел набор, я разочаровалась. Потому что здесь прям такие пятна. Как-то не очень хорошо все проработано. А потом подумала, что я, наверное, уменьшу каунт. Вышью, наверное, на... Не знаю, что здесь, 18-е, 14-е. 14-е. Я уменьшу тогда до 18-ой. И картиночка будет посимпатичной. Это у нас по мотивам Бунгеро. Обожаю его картины. И вот дизайны, наборы, которые делают по его разработкам, мне в большей степени нравятся. Но здесь не очень удачная разработка. Могли бы постараться почище сделать картинку. Но в уменьшенном каунте, мне кажется, все тоже ляжет. Я буду вышивать. Дальше есть у меня от Шарина нити. Вот такие букетики. Давно покупала. Дельфинью, размер 20 на 50. И наперстянка тоже 20 на 50. Красивые, интересные дизайны. Цветы напоминают чем-то Тею, может быть. Цветочные, легкие. И, может быть, ланарты напоминают. Не знаю. Но мне понравились эти цветочки. Большие интерьерные будут картины. Надеюсь, когда-нибудь вышлю. Естественно, буду заменять основу на равномерку. Потому что много здесь не зашито. И хочется, чтобы было понежней. Так, осталось совсем немножко. Попался у меня наборчик от фирмы Пука-С. Вот такая церковь. Мне даже писали, как называется эта церковь. Но я уже забыла. Размер работы 32 на 26 сантиметров. Увидела и просто поняла, что мне ее нужно купить. Какой-то был порыв. Я ее купила. К сожалению, пока лежит. Вышивка у нас здесь идет на габелиновой сетке. И я ни разу тоже не вышивала на такой сетке. Когда-нибудь доберутся мои ручки. Здесь вот такая шикарная палитра цветов. Видите? Классно. И еще у меня есть один набор фирмы Пука-С. Ну, я думаю, много не нужно рассказывать о данном дизайне. Его сейчас вышивают. И Люда Т вышивает. И в запасах у девочек он часто встречается. Эта корзинка покорила много сердец. Прекрасная разработка. Такие розы. Ну, и я, конечно, когда увидела, не осталась равнодушна. Особенно мне нравится вот здесь вот фон такой сине-бирюзовый. Очень освежает этот дизайн. Большая работа. Сложная. Ну, когда-нибудь. Я надеюсь. Я надеюсь, когда-нибудь смогу. Есть у меня набор от фирмы Буцилла. Вот такие лошадки. Размер работает 27,9х34,9 см. Ну, будем говорить 28х35 см. Хотела его вышивать в прошлом году. Не случилось. В этом году тоже не случилось. В следующем, наверное, опять не случится. Ну, пусть лежит. Когда-нибудь вышью. Покупала задорого. Долго думала. Но меня покорил этот сюжет. Я люблю лошадок. Здесь интересная композиция. Интересная окраска у этих лошадей. Долго думала, но не удержалась и приобрела. И очень этому рада. Потому что у меня мало наборов от фирмы Буцилла. Дорогая фирма. И мало представлено в магазинах. Поэтому, конечно, каждый набор, который приобретается, он очень-очень ценен. И осталось мне вам показать те наборы, которые лежат у меня в отдельной коробке. Это из моих планов на этот год. То, что я еще планирую начать. Не знаю, каким образом, но планирую. И вот вытащила этот наборчик. Сделано с любовью. Букет с перьями. Осенний такой дизайн. Этот набор мне подарила Татьяна Буркица. И мне подарила два наборчика. Один кардинал был. И вот букетик. Кардинала я вышла. А букетик планирую, может быть, осенью начну. Делала обзор на этот набор. Здесь очень много цветов. 50 оттенков. Достаточно серьезный дизайн. Буду менять основу на равномерку. И буду вышивать. Так же в планах у меня на этот год обязательно начать. У меня села батарея на камере. И я сейчас снимаю уже в другой день. Пока камера зарядилась. День прошел, поэтому снимаю уже совсем другой день. Но, по-моему, на этом этапе я остановилась. Я начала вам показывать наборы из коробки. С планами на этот год. Но хорошо, что села батарейка. Потому что, на самом деле, не все я собрала наборы. Я сегодня вспомнила об одном наборе, который вам не показала. Пошла его искать. Нашла еще одну коробочку с наборчиками. Поэтому я теперь собрала все-все-все. И будет полный теперь обзор на все мои запасы на сегодняшний момент. Сегодня у меня 30 июня. А завтра будет уже у нас 1 июля. Ну, в общем, давайте смотреть, что у меня тут осталось. У меня два прекрасных наборчика запланированы на этот год. И я буду их начинать. Кстати, благодаря вот этим двум видео в моих запасах я пересмотрела, вспомнила мои запасы, мои наборы. И сейчас буду выбирать также наборчики для месяца стартов. Поэтому планы на этот год у меня немножечко поменяются. Вот. Меня хватило на 6 месяцев идти по планам. А теперь уже у меня будут совершенно другие наборы. Ну, конечно, из плана все-таки я тоже буду что-то вышивать. Но не все войдет. Об этом мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Итак, давайте посмотрим. Два наборчика фирмы Панна. Вода и земля. Это 4 стихии. У них были вот такие прекрасные подушки. Они уже сняты с производства. И, конечно же, их не найти. Две я вышла. Это там воздух и огонь. Я показывала недавно в эфире. Оксана Дереза меня приглашала в прямой эфир. И я там показывала две эти отшитые работы. И очень-очень горю завершить эту серию. Потому что я хочу оформить эти работы. Давно жду. И ждут многие мои зрители. Часто мне пишут, когда их соберешься вышивать. Знаете, правда, очень хочется. И я сама думаю, почему я их не начну. Поэтому в месяце стартов вот эти два точно будут. Я хотела оформлять их в подушку. Но когда показала мужу отшив, он сказал, Юль, ты что? Только картины. Поэтому будут обязательно картины. Здесь у нас размер 32,5 на 32,5 сантиметров. Стандарт. Только в этом наборе вводит 36 цветов. А здесь 27 цветов в земле. Вот такая вот красота. Я вышиваю полностью по наборам. Не заменяю основу. На аиде все прекрасно, все замечательно. Я надеюсь, вы посмотрели здесь девчонок, которые спрятались и прекрасно вливаются в природу, в краски. Вот одна девушка смотрит на яблочки. Как она мне нравится. Такие здесь яблочки вкусные. И здесь морская девица, русалка, кораблик, лотосы. Такая русалочка. Очень красивый дизайн. Просто шикарный. Вот как сняли с производства. А теперь все ищут. Тоже часто мне пишут и ищут, и где купить. Ну, схемы есть в интернете, можно найти. Поэтому, девочки, ищите. Кто ищет, тот всегда найдет. Так, как идут в стопочке, так и буду вам показывать. Есть у меня два вот таких вот симпатичных птица. Набор жар-птица. Эти наборчики мне подарила моя крестная фея. Но я их пока не вышила. Здесь будет обязательно какая-нибудь интересная равномерка. И будут они вышиваться. Ну, скорее всего, на следующий год. Им как-то не очень повезло пока. Но какие наши годы. Все вышьем. Вот такие две красивые птички. Кстати, немаленький размер. Вот этот 14х17, а вот эта птица 18х15. Достаточно большие, такие, ну, среднего размера картинки. И достаточно много бэкстича. Не знаю, как они вышиваются. Мы справимся. Дальше. Еще из маленьких наборчиков. Эти наборчики у меня находятся в коробке на рабочем столе. Чтобы я могла взять в любой момент и что-то начать. Риоли Зигугу. Всем известная, интересная штучка. Я тоже мечтаю ее давно вышить. Вот, наконец-то купила. Но пока еще не организовалась, чтобы ее вышить. Пока еще ждет. Очень мне нравится. А вот такую вот бескорнюшку я уже на работе начала. Но просто вам еще не показала. У меня были такие дни, когда я в воскресенье работала. И чтобы мне было не скучно, я с собой взяла этот наборчик. И там его потихоньку вышиваю. Хотя успехи очень-очень маленькие. Показывала вам, что у меня от Риоли есть вот такая сумочка. Давно купила. По-моему, еще в 2013 году. Что-то по какой-то распродаже. Вот такой смешной сюжет. Ну что, когда-нибудь вышью. Для каких-нибудь моих мелочей. Для ножничек. Что-нибудь я организую. Вот она, эта серия. С психоделическими котами, собаками. Такими вот существами. Нитки яркие. Аида здесь. Такая вот будет сумочка. Вышивка с шерстью. Ну, ярко мне нравится. Прикольно. Вот такой вот наборчик. Я пока еще на него не добралась. Это Милхилл. Всем известная игольница-помидорка. Приобрелась. Нужно будет обязательно выполнить эту красоту. Дальше. Из Милхилла есть у меня два вот таких наборчика. Тоже покупала очень-очень давно. Хотела повышевать Милхилл. Кстати, это Милхилл на льне. Такая шоколадная здесь основа. Вот так. Бисера много. Очень интересные наборчики. Сюжеты мне нравятся. Я люблю всякие такие интересные сюжеты. Солнце, луна. Там какие-нибудь знаки зодиака, звезды. Вот такое что-то интересное. И вот здесь написано «Любовь под луной», а здесь «Жизнь под солнцем». И вот к этой паре у меня есть еще вот такой набор. Он на перфорированной бумаге. Вот такое интересное дерево. Написано здесь «Гроу», «Рост». И здесь тоже, видите, вверху солнце и луна. И как бы подразумевается, что это центральный сюжет. Вот солнце и луна. И вот такие вот уже как бы в увеличенном варианте идут «Солнце» и «Луна». Вот как-то так они должны вместе где-то размещаться. Когда вышьются, конечно. Вот мы надеемся, что это случится. Когда-нибудь я должна все это вышить. Дальше. Также у меня есть от «Дименшенс» два маленьких наборчика. Когда показывала вам «Дименшенс», я о них забыла, потому что они мне на рабочем моем столе здесь стоят. И я про них совершенно забыла. Это всем известная бабочка. Мне она очень нравится. Я их хотела вышивать подбором. Но потом как-то так, когда дело покупки, она мне попалась. И я очень рада, что я буду вышивать ее в оригинале. И вот такая вот «Тоскана». Шикарный дизайн. Есть у «Дименшенс» в большом варианте. Но там «Гобелен» по сетке. Знаете, я бы, наверное, вышла и даже «Гобеленом». Такая картина должна быть большая. Очень красивый сюжет. Ну, пусть пока в миниатюрке. Тоже интересно. Дальше. Что еще у меня в этой коробке? Это то, что мне нужно было начать в этом году. Ну, не знаю, начну, наверное, уже и не начну. Вот так как-то складывается. Посмотрим. Летний блюз «Золотой руну». Размер 12х18. Вышивается на «Мурана» 32-го каунта. Вот серия миниатюры. Очень интересный. Я думаю, непростой дизайн. Здесь очень много бэкстича. Это подарок от Ольги. О-ла-ла. Крустич. Вот такие вот яркие, красивые нитки. Ну, не вышлется в этом году. Вышлется в следующем году. Вот наша жизнь такая. Буцила. Второй набор из моих запасов. Буцила. Индианка. Прекрасная, красивая индианка. Покупала за дорого. Раритетный набор. Я так долго на него смотрела. Как леса вокруг сыра. Ходила, ходила. Думаю, ну дорого. Думаю, а с другой стороны, даже схему, если я найду, то буцилу подобрать практически невозможно. Особенно вот в теле. У них свой покрас. У них очень много бежевых оттенков. Ну, с одной палитры вы точно не подберете. Я один раз попробовала. Я поняла, что это невозможно. Ну, для меня вот из одной палитры собрать невозможно. И я решилась ее купить. Но пока, вот видите, не решилась ее начать. Ну, она такая красивая. Мне нравятся все эти перья, березы. Мне кажется, будет очень прекрасно. А здесь основа равномерная. Вот такого кофейного цвета. Нитки не разобранные. Даже не представляю, как я с этим справлюсь. Просто буду разбирать нитки. Ну, когда время придет, будем просить помощь зала. Как там вместе? Я думаю, мы с вами разберем и нитки. Дальше у меня есть вот такой интересный наборчик. Паутинка. Спас нерукотворный. Тоже подарок от рукодельной феи. Набор вышивается это бисером. Мне нравится иметь какой-то процесс в бисере. Ну, я думаю, что, может быть, в этом году я смогу его начать. Здесь есть бисер. Все укомплектовано. Хороший наборчик. Размера, вот я вам сказала, 20 на 25 сантиметров. Дальше. Вот тоже, что мне нужно в этом году обязательно начать. И даже вышить. Потому что здесь вышивки немного. Это техника гладь, фирма Панна, живая картина. У них есть некоторые такие разработки, которые подходят для начинающих, где можно поучиться вышивке гладью. У меня давно мечта попробовать гладь. А я все вот к крестику пристроилась, втянулась в крестик. И знаете, он так затягивает, что все остальное откладывается на потом, на потом, на потом. И уже годы проходят, а гладью я так и не пробовала вышивать. Поэтому в этом году обязательно я его буду вышивать. Тоже такой спойлер. Он будет в планах на месяц старта. Обязательно будет этот свиристель. Вот такая вот жар-птица. Семья. Тоже подарок. И еще один наборчик. Это прогоблен. Единственный набор у меня от этой фирмы. Рогоблен. Корзина с розами. Размер работает 15 на 20 сантиметров. Такая небольшая работа. 26 цветов всего лишь. И здесь вот такая гриблиновая сетка с нанесенным фоном. И фоном, говорю, сеткой, простите. И вот такие яркие, очень сочные нитки. Просто супер. Какие красивые, интересные цвета здесь. Здесь вот такой у меня есть наборчик. Немножко мы их в стороночку. И осталась последняя стопочка. Мы сейчас ее посмотрим. Вот этот набор я вспомнила. Стала искать. И нашла потом еще кучу наборов. Это просто, можно сказать, уникальнейший набор от фирмы Дом и Крафт. Перед тем, как она закрылась, были распродажи, по-моему, на украинском сайте. Мне еще помогала Галина покупать эти наборы. Потому что они не доставляли к нам в Грецию. Галина мне покупала, мне это все отправляла. Просто, знаете, был такой у нас операция по закупке нескольких наборов. Я там приобрела. И очень-очень этому рада. Здесь, посмотрите, очень красивые пионы. По-моему, деревесные пионы. Может быть, какие-то другие цветы. Честно, даже не знаю. Карпы, конечно же, на благополучие, на экономическое. И здесь Аида 14 каунта. Размер работы будет 96 на 49 сантиметров. Здесь все очень по-серьезному. Здесь большой кусок Аиды. Очень много там ниток. Очень много там ниток. Я это не буду открывать, потому что я так не сложу. Вот, когда буду вышивать, обязательно заменю на равномерную основу. Чтобы было понежней, поинтересней. Не знаю, может быть, на меньший каунт, а может быть, и нет. А может быть, даже на линду 27-го будет еще и побольше каунт. Метр точно. Но, посмотрите, такой набор, такой самый-самый тяжелый. Вот он сколько здесь по весу. Килограмм точно есть, но даже больше, чем килограмм. Может быть, даже полтора вырежем. Дальше есть у меня вот такой наборчик от Белоснежки. Подарок от Ольги. Птица, жар-птица. Вот такая феникс интересный. Чья же это разработка? Забыла дизайнера. Ну, очень известный дизайнер. Вот здесь все вот так упаковано. Здесь, конечно, нужно менять Аиту. Нужна равномерка. Ну, в общем, когда-нибудь к нему доберемся. Так, еще одна моя мечта. Моя жемчужинка. Жемчужинки мои хорошие. Наборчики. Смотрите, что у меня есть. Когда-то я в ВКонтакте увидела, как девочка вышивает гладью. Шелком и гладью. Мне так понравилось. Я к ней пристала. Где ты покупаешь? А что это такое? Она со мной, конечно же, поделилась ссылкой, где она все это покупает. Я сразу побежала и купила. Ну, вы видите, что я гладью вышиваю? Вы много увидели отшитых работ гладью у меня. Да, вот видите, что делает крестик. Значит, здесь, посмотрите, какие красивые картинки, во-первых. Какие птички. Я вот на эту картинку соблазнилась. Какие красивые птички. Вот как вышью от панны. Попробую гладь. Так сразу начну вот этих вышивать. Какие некрасивые. Ой, а в шоке, как они блестят. Вы не представляете, это что-то невероятное. Вот такая здесь картинка. Какие-то цветы, какое-то растение тропическое. Такое невероятное. С плодами, с цветами. Вот такие вот тоже симпатичные цветочки. Как они здесь должны быть? Вот так, наверное. Вот так. Не попроще, мы с них и начнем. Значит, как укомплектованы эти наборы. Ткань с нанесенным здесь рисунком. Давайте я открою какую-нибудь одну и покажу вам. Вот они здесь сразу и ниточки шелковые. Вот, видите? С ними нужно очень аккуратно. Они за пальчики цепляются. Видите, вот такие блестящие, шелковистые, ну шелк. Вот. И вот такая основа с нанесенным фоном. Полностью все нанесено. И нужно по этому фону вышивать этими нитками, создавая 3D-эффект. В каждом наборе вложен диск, где показано, как нужно вышивать. Ты смотришь и пытаешься так же вышивать. Вот. Я диск чуть-чуть посмотрела. Конечно, как-то боязно, как это все делается. Но они у меня есть, эти наборы Ягарда, что я их купила. Когда-нибудь я смогу попробовать. Вот. Когда-нибудь я попробую. И такую технику. Главное, нужно первое что-то вышить полегче. А потом уже можно будет приходить и к шелку. Вот так вот. Дальше осталось уже совсем чуть-чуть. Есть у меня вот такая скатерть. Как мне хочется вышить скатерть. Как мне нравятся, конечно, все эти такие вещи. Прикладные. Это вервака. Размер 80 на 80 сантиметров. Вот такие чашечки вышиваются по кругу. Сладости. Яркая, красивая. Основа здесь очень приятная. Вот такого бежевого цвета. Очень хорошая ткань. Места для вышивки, нитки, ДМС. Но здесь все супер-супер. Бери и вышивай. Где бы взять руки? Где взять? Было какое-то время, когда на YouTube было модно вышивать с нанесенным фоном. Я приобрела несколько таких наборчиков от фирмы Джойс Санды. Что-то попробовала вышивать. Но это не мой производитель. Мне совершенно не нравится ни качество. Не привлекает меня эта вышивка. Я попробовала и не знаю. Наверное, может кому-то как-то подарю, если кто-то вышивает. Посмотрим. Потому что я, наверное, вышивать такое не буду. Вот дизайн тоже мне нравятся. Ланарты. Но я найду схему и вышью в схеме. Самый дизайн красивый, симпатичный. Но на этой основе я вышивать не хочу. Дальше. Что у меня тут осталось? Когда-то, когда-то у нас здесь я находила такие наборчики дешевые китайские. Я их купила только потому, что здесь есть Аида. И она мне, в принципе, обошлась недорогой для каких-то подушек, экспериментов. Большие куски Аида. Особенно вот в этом наборе с карпами. Здесь большой кусок черной основы. Я думаю, может подушки буду вышивать. Что было, я купила. Стоили у нас здесь в каком-то магазине просто копейки. Дизайн вот такие вот смешные. Просто ради Аиды. Потому что очень крупная, хорошая Аида. Она для подушек. Она синтетическая здесь такая. Знаете, как китайская. Вот так вот и лежат. Вот это все мои запасы. Все, что нашла, надеюсь, ничего не забыла. Смотрю еще по сторонам. Да вроде все показала. Следующее видео будет о моих схемах. Есть у меня немножко схем. Немного. Но что есть, покажу. И мы закроем серию о моих запасах на этот год. Может быть там через пару лет мы сделаем снова обзор. Посмотрим, что вышелось, что новое купилось. Покупки всегда идут. У меня уже сделано 4 заказа. Да, я соблазнилась на покупки. После просмотра запасов от Ольги. И уже назаказывала. Поэтому ждите скоро видео о моих покупках. Если придут все вместе, то будет грандиозное видео. А если будут приходить по отдельности, то мы просто будем смотреть мои покупки дозированно. Вот так. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok